Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, и гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Ну что же, вот Сиротский суд, наверное, может быть, для наших слушателей стоило бы пояснить, чем занимается, потому что, наверное, для большинства сразу ассоциации, что он занимается только детьми, которые остались без родителей, у которых там, ну не знаю, ушли из жизни родители. Вот на самом деле, какие функции, обязанности Сиротского суда? Во-первых, надо объяснить самые главные такие очерки, о чем идет речь. Во-первых, Сиротский суд занимается не только детьми, а и людьми, у которых отобрана идееспособность. Раньше это была идееспособность, то есть это взрослые люди, которые сами о себе позаботиться не могут. И суд их назначил такими, что они не могут сами решать свои вопросы. И только тогда идут дети. Нет, дети наоборот, наоборот, все-таки, да, то есть дети вперед и потом идут. Но эту проблему всегда забывают этих людей, которые сами не могут о себе позаботиться. Насчет детей, конечно, мы заботимся о тех детях, у которых родители не могут о них позаботиться или заботятся и делают им плохо. Тогда мы их забираем и занимаем из семьи и ищем другие варианты. И тут есть опекунство, приемные семьи и детские дома. Но мы, конечно, еще и решаем немного другие вопросы, как, например, если родители жили вместе, у них родился ребенок, и тогда они решают, что они все-таки не будут вместе жить в дальнейшем. Они решают, что они будут разводиться, но не могут решить, где останется ребенок. И суд этот вопрос рассматривает, запрашивает информацию у нас, и тогда мы рассматриваем, даем им свою оценку. Это очень эмоционально сложные дела, так как ребенок в любом случае потеряет одного из родителей. Это когда они не могут договориться именно, да? Да. Да, но чаще всегда считается, что именно мама имеет приоритет все-таки в решении этих вопросов. Или сейчас это... Или приняла что-то. Я не хотел бы сказать сейчас или нет. Просто мамы чаще этого хочут. И надо сказать, что мамы, даже тогда, когда проблема решается без ссор, все-таки дети больше остаются у мамы. То, что грудной ребенок должен остаться с матерью, это однозначно. Тут вопросов нет. И надо сказать, что и у отцов есть не только право, такие же права, как и у мамы. Но тут надо смотреть каждый индивидуальный случай. Тут нельзя сказать, если ты мама, ты будешь заботиться, если ты папа, то ты не будешь. Так нет. Но если вот ситуация еще более сложная, например, один из родителей собирается уехать работать за границу. И вот с кем... Ну, то есть, кто имеет право забирать ребенка, насколько... Оба. Оба имеют право. И если оба граждане... Я не знаю, граждане или просто Латвии, паспорт Латвии, то они могут выезжать с ребенком в любую страну, которая есть в Шенген, и для этого нет необходимости разрешения второго родителя. Разрешение второго родителя необходимо только тогда, если один из родителей не в шенгенской зоне, например, Американ, по-моему. Тогда надо... На рубеже будут спрашивать вам... Ну, или Россия, например, даже проще, наверное, даже ситуация. Да, да, да. Вопрос по поводу звонков, наверное, таких тревожных, когда окружающие видят, что в семье происходит что-то, в соседней семье происходит что-то волнующее, то есть на ребенка кричат, может быть, его бьют, не ухаживают за ним. Они могут вам позвонить, да? Да, они могут нам звонить. Я телефон так не вспомню, но его очень много... Просто найти, сиротский суд. Но здесь надо понять, что, если мы говорим, один кричат, да, очень сложная задумка, что все их в семьях кричат. Ну, это просто реальность. О том, что эмоциональное насилие – это везде, это тоже понятно. Вопрос о том, есть ли какие-то вопросы, которые могут быть плохие для ребенка. И его забирание из семьи – это нормально, беря во внимание в той ситуации, в которой он находится. В таких случаях, когда кричат, дебоширят и так далее, в основном вызывают муниципальную полицию. И полиция, приезжая туда, они могут акт административный за нарушение покоя, но и они будут смотреть, как у ребенка там есть, как он там живет, что там происходит. Потому в интернете очень часто бывает, полиция муниципальная дает информацию, вот мы вчера были там и там, и там ужасные обстоятельства. То есть они оценивают уже со своей точки зрения? Полиция – одна из тех институций вместе с Сиротским судом, которая может изъять ребенка из любой ситуации. Телефон Сиротского суда, кстати, 67037746, если вас что-то волнует, вы можете позвонить. Еще вопрос такой, наверное, мы как выходцы из советского времени, вот это вот синдром Павлика Морозова. То есть не хочется никому быть стукачем, не хочется никому жаловаться и обидничать. Ну, мало кому хочется. Как победить в себе вот это ощущение, что это же не мое дело, что я буду туда лезть? Может быть, мама там один раз крикнула, у всех нервы сдали, а я тут сейчас подниму эту шумиху. Вот в какой момент все-таки нужно в себе, наверное, подавить вот это неприятное ощущение ябедничества и все-таки позвонить? Тут идет речь об очень разных случаях. Почему? Потому что люди считают, что вот тот делает неправильно, вот тот делает неправильно, я делаю правильно. Тот, наоборот, думает, что вот он делает. И тут нету, правильно или неправильно. И тут насчет того, информировать или не информировать. Если здоровье и жизнь ребенка на рубеже, обязательно надо звонить в полицию. Или вам так кажется? То есть, если вам кажется, что все-таки лучше перестраховаться. Я могу сказать так, звонила одна бабушка, очень беспокоилась, звонила мне, рассказывала ужас, ужас, ужас. Почему? Потому что на улице 25 градусов, а ребенок на улице играется с камушками и без шапочки. Без шапочки. Понимаете? Как будто идет речь о том, что здоровье, да, ну, получит солнечный удар. Но это не имеет. В конце концов, оказалось, что это бабушка, они просто прохожие, да, то есть она беспокоится о том, что ее внучка неправильно, они неправильно ее... То есть это родственники прям? Да, родственники, да. Да, понимаете? Или, например, о том, что я знаю там доме плохо, а как вы знаете, тоже бабушка, что там, например, где-то яма есть, да, и ребенка выпускает, а вот там яма, и вот нельзя его выпускать на улицу. Понимаете, вот это... Есть случаи, когда сосед решил, что он хочет побольше себе квартиру, например. Да, он хочет побольше, и он решает, что вот у него за стеной живет семья, и там плохо. И все, каждый раз звонит полиция, вызывает, все плохо, там все плохо. Но это тоже неправильно, да, то есть ресурс идет, полиция, сиротский суд, социальная служба. А здесь насчет... Нету так больше. Очень много дает информации, и ложная, и не ложная информация. Не уже отсеивается. Очень много быстрой информации проверяется. Надо сказать, что в сиротском суде, в принципе, дела могут появиться, если тогда, если социальная служба уже с ними поработала. Если мы возьмем карту ребенка, то ребенок встречается с очень многими людьми, и очень. Во-первых, это врач. Как только врач увидит, что что-то не в порядке, он приедет, посмотрит, или ребенок болеет, и там ничего не решается. Потом детский сад, который получает эту информацию. Потом школа, да, и так далее. То есть, о ребенке все время что-то информация есть. То есть, все время кто-то в курсе о том, что происходит. То есть, если есть сигналы с разных сторон, то значит, это не просто сосед, который там, ну, что-то на... Да. И эти институции, они всегда дают информацию. А вот скажите, может ли, ну, вот в Америке же сейчас очень популярно, ну, постоянно мы читаем историю о том, как ребенок вызывает полицию, что его там шлепнули, или там ему не дали смотреть телевидение, ну, или там отобрали смартфон, и он считает, что это уже насилие над ним, и вот нарушены его права. Вот такого рода абсурдные ситуации, ну, возможно? Я понял. Была у нас и такая информация, что ребенок говорит, меня ущемляют в правах. Ну, закон о правах детей говорит, если родитель, ну, родитель единственный инструмент, как он может каким-то образом усмирить ребенка, если можно так сказать, особенно если это подросток, который знает лучше всех, как правильно жить, то, конечно, идет речь о том, что родитель имеет право его ущемить в каких-то правах. Например, тоже телефон, плейстейшн и так далее, не разрешать, например, идти в гости, там, потусоваться и так далее. Это есть право у родителей. Другое мнение и случай, когда это идет уже за рамки какого-то, да, я тебя там заключу в комнате, не буду выпускать, не буду кормить, например, да, это уже за рамки. И тогда, конечно, информация будет проверяться и будет вестись разъяснительная работа с родителями, потому что цель наша не забирать ребенка из семьи, а сделать так, чтобы ребенок хорошо жил в семье. А что по поводу усыновления, вот вообще адаптации приемных семей, вот мы как бы перед эфиром как раз разговаривали, потому что все-таки есть разница приемная семья и адаптация, вот немножко поясните для наших слушателей. Усыновление. Тут очень интересно, я очень часто вижу это, и люди тоже об этом говорят, но беря во внимание, что меня слышат русскоговорящие, то это усыновление. И если даже хочется сказать, что всегда говорят, что латышский язык взял русских несколько слов, то тут наоборот получается, потому что адапция по-латышски, по-русски, если хотели бы, то адаптация – это что-то другое. Адапция – это тоже, ну это усыновление, по-русски. Да, приемная семья – это та, которая получила статус и может взять любого ребенка, который не живет в семье, с решением сиротского суда. Она заботится, пока ребенок станет или совершеннолетним, или его кто-то усыновит, или ребенок пойдет к своим родственникам. Апекуном, например. А усыновление – это уже другой процесс. Это родительство. Это уже как бы родительство, да. Это тогда, когда уже цель всего процесса, он очень долгий процесс, а цель этого процесса – тогда, когда ребенок уже фактически большой родился в этой семье, и у него новые личности. Я напоминаю, что у нас сегодня в эфире председатель сиротского суда Риги Айвер Красноголов. Телефон прямого эфира – 6721-2939, 6721-3939. Если у вас есть вопросы, комментарии, звоните, задавайте, мы вас выслушаем. Насколько сложно в Латвии усыновить именно ребенка, стать родителем? Сколько очередь, например. Насколько очередь? Очередь больше 200 родителей, если я правильно знаю. Эта очередь находится, список находится в Министерстве благосостояния, у нее есть список с детьми, которых можно усыновить, и есть список с усыновителями, которые хотели бы усыновить. Проблема здесь даже не в количестве, а проблема в том, что усыновители хотят усыновлять. Все-таки усыновить очень хотят маленького ребенка, здорового ребенка, одного ребенка хотя бы, но таких детей очень мало. Очень мало. Именно поэтому детские дома у нас все-таки есть и будут, да? Да. Очень интересно, я по поводу этого нашумевшего случая посмотрел, сколько детей было в 2004 году. Какого нашумевшего случая? Ну, там, где как будто ребенок забыт был в больнице. Да, да, да. У меня была возможность посмотреть историю, в том числе, в 2004 году было около 900 детей в детских домах в Риге, на данный момент это 200 детей, а в 2009 году было 750, сейчас опять 200. То есть, ну, так что их много. Очень много детей все-таки находится там только некоторое время. Например, пока ребенок может вернуться к родителям. Родителям необходимо время найти работу, сделать там квартиру и так далее, и тогда ребенок возвращается. И вторая большая категория – это большие дети, которые уже фактически сами считают, что они взрослые, и они знают лучше, как все делать. И, конечно, там ни родители, ни детские, они фактически уже не находятся в детских домах. То есть, они так. Поэтому, ну, здесь невозможно так сказать, что… Но усыновление в прошлом, позапрошлом году фактически, оно одинаково. Но это немного. Рейских детей не больше 80 детей в год усыновляется, и за границей это около 25 детей усыновляется. Насколько сложный процесс усыновления? Очень, очень сложно. А в плане документации сложный? Или просто именно потому, что очередь? Или вот сама процедура? Да. Процедура, если вы хотите усыновить, решаете, вы оба приходите в Сиротский суд, вас проверяют. А что проверяют? Вот как проверяют? Мы проверяем. В основном, всю юридическую информацию, которая, например, уголовные, административные наказания, проверяем, где вы живете, как вы живете. То есть вы придете домой, посмотрите, оцените условия, да? Да. И, конечно, посмотрим, как вы живете. Мы не можем дать усыновить, если нет у вас чем жить. То есть с одной семьей, ну, так не будет. Потом, когда это закончено, обязательно будет психолог, который проверит, есть ли у вас какие-то качества, те, которые необходимы, чтобы стать семьей. И почему вы хотите стать усыновителем, а не родителем своему ребенку, да? Или по-другому. Вот, кстати, почему? Вот с какими проблемами приходят семьи, допустим, которые хотят усыновить детей? То есть у кого-то понятно, это, возможно, проблемы со здоровьем, и они просто не могут иметь своих детей. Но бывают случаи, когда могут, но не хотят, хотят усыновить. Да, это бывает довольно-таки редко, но когда бывают, это тогда уже, когда уже свои дети выросли, да, и хочется еще все-таки дать кому-то еще возможность быть. Но тогда решается насчет опекунства и приемной семьи чаще. А вот если есть уже в семье дети, ну вот маленького возраста, и хотят усыновить, то есть, ну вот, это деликатный вопрос, будут ли относиться к приемному сыну так же, как к родному, или, например, потом появляется ребенок свой? Очень, очень хороший вопрос, очень интересный вопрос, потому что бывали случаи, когда, потому что процесс еще этим не заканчивается, после того, как психолог сказал, мы еще смотрим, как у вас дела, потом вы идете в регистр, потом после регистра, это там в регистре, пока вы ждете такого ребенка, это будет долго, потом, когда вы найдете этого ребенка, потом еще полгода, как минимум, мы будем смотреть за вами, как у вас дела, и потом еще два года. То есть процесс очень долгий, и в этом процессе появляется эта проблема, потому что ребёнок, который уже есть в семье, он один, ему хорошо. Даже если свой ребёнок приходит в семью, это опять стресс и ревность, он был один, а сейчас ещё надо уделить внимание. Конечно, это имеет очень большую роль. Бывало случаи, когда хотят усыновить, но потом отказываются от усыновления, понимая, что ребёнок, который уже в семье, он просто с этим не может совладать и сделать. Да, так бывает, но здесь опять же надо сказать, если мнение, если усыновители с этим могут совладать и знают, что делать, то не бывает и проблем. Ну, бывает и бывает. Предоставляет ли Сиротский суд, например, услуги психолога для людей, которые хотят усыновить, но сталкиваются вот с такими проблемами, как ревность первого ребёнка, да, или они, допустим, очень хотят, но есть какие-то определённые страхи и неуверенности, например, может ли психолог с ними поработать, и уже вот, исходя из этого, они будут принимать решение? Насчёт психологов, в Сиротском суде психологи для цели немного другой, то есть выяснить ситуацию и проверять, как происходит ситуация до статуса. После или посередине, или в начале статуса в Риге есть четыре отбалста-центры, которые в прошлом году были сделаны как раз с таким же намерением, как Вы сейчас говорите. Это бесплатная услуга? Насколько я знаю, то да. Если даже будет плата, то через социальную службу возможно решать эти вопросы насчёт оплаты. А могут ли усыновить ребёнка, именно усыновить, не быть прямо на себе, а именно усыновить родителей одиноких, ну, то есть только женщины или только мужчины? Да. Это не является препятствием? Нет. Неполная семья, то есть тоже может быть. Да, насчёт этой, да, один, закон гласит, или лицо, или семья, ну, то есть или оба, или один. А в приоритете кто будет? Ну, нет приоритета. Семья, да? Нет приоритета. Нет, у нас есть звонок, мы попросим гостя надеть наушники, у нас буквально одна минута до ухода на перерыв. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Амир. Вот такая ситуация, как смотрит сиротский суд на то, если мать забрала ребёнка, а не в разводе, и ребёнок не ходит в школу больше двух месяцев? Спасибо. Спасибо. В таком случае школа всегда даёт информацию нам. У них есть закон, который гласит, если там 20 дней пропущенных, то они информируют социальную службу и сиротский суд. В таких случаях невозможно разрешить ситуацию, изъять ребёнка из семьи, потому что не идёт 2 месяца в школу. Надо прояснить. Как практика говорит, то в этих случаях всегда есть или болезнь, или какие-то другие вопросы, которые просто второй человек не знает. Но социальная служба может помочь и психологически, и по-другому, так что социальная служба будет работать и делает. У нас ещё один звонок, пожалуйста. Да, пожалуйста, вы в эфире. Но, к сожалению, социальная служба ничего не сделала, и ребёнок не ходит в школу, не ходит никуда, и он до этого не ходил уже с первого класса. А скажите, пожалуйста, если можем спросить, сколько ребёнку лет? Восемь. 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 В чем проблема? Почему его не везут? Потому что мать не водила в школу. Он в первом классе учился где-то в России один месяц. Потом его отец, это как бы суд был, что он должен находиться с отцом. Он учился в школе, занимался спортом и так далее. Потом мать его со школы своровала. И Сиротский суд не поддерживает. Нет, здесь идет совсем другой вопрос. Вы уже говорите о том, что... Нет, самое главное, что ребенок не учится. Нужен ли матери такой ребенок, который и Сиротский суд на что смотрит, если ребенок просто даже не учится. Может быть, вы можете оставить свои контакты секретарю, и с вами свяжутся просто представители Сиротского суда, потому что мы вынуждены сейчас прервать наш разговор. Нет, 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 мы без перерыва. Ну, просто перезвоните, может быть, после эфира по телефону 67001027, оставьте свои координаты, и тогда будет возможность, может быть, переговорить уже, потому что это частный такой случай. А вот, например, если родители уезжают на заработки вдвоем и оставляют ребенка на попечении бабушек и дедушек, и вот эта ситуация, например, вот бабушка и дедушка, может быть, не справляются, или там они находятся в таком возрасте, что они уже не могут водить ребенка в школу, а он сам прогуливает уроки. Ну, какие-то такие возникают ситуации, что уже не могут они. Да. Во-первых, надо правильно оставить ребенка здесь. Это или до трех месяцев, до двух месяцев, нет, до двух или трех месяцев ребенка можно оставить у любой персоны без доверенности. Да, то есть, если есть доверенность, то через сиротский суд тоже можно оставить на дольшее время, это во-первых. Во-вторых, если будут проблемы, то, конечно, школа уже нам будет давать эту информацию о том, что все так происходит, и в любом случае будем идти к бабушке и спрашивать, что происходит, почему так все есть, будем говорить с ребенком. Не исключается, что будем давать информацию и родителям в любой стране, где они, если мы будем знать, где они находятся, или будем звонить им, или спрашивать этот вопрос. А если, да. Да, и они должны решать этот вопрос. Если не будет решаться этот вопрос, конечно, это может быть изъят ребенок в семье. А вот если, например, бабушка и дедушка, имеют ли они право, например, если ребенок болеет, вот ситуация, когда они должны идти к врачам, и необходимые документы, то есть, являются ли они, как сказать, уполномоченными для того, чтобы, например, сделать ребенку операцию или какие-то вещи? Только если есть доверенность. Боюсь, что врачи не примут это. Конечно, если операция, и она срочная, то врачи сделают, и тогда уже будет решаться по-другому этот вопрос. Но, в принципе, родители могут оставить, они не могут просто оставить без доверенности. Без доверенности. В 2012 году в России был принят так называемый закон Димы Яковлева. Он был принят после того, как мальчик был усыновлен гражданами США и умер, в принципе, за халатность приемных родителей, потому что государство, в принципе, уже не отслеживает судьбу этого ребенка. Как происходит в Латвии, если ребенок отправляется в семью куда-то за границу, и это не жители Латвии, которые уехали и живут там, это именно граждане другой страны. Насколько им сложнее, может быть, процедура, насколько за ними жестче контроль? Как вообще это происходит? Во-первых, усыновители, зарубежные усыновители могут усыновить ребенка, который старше, это не в законе, но все-таки старше 7-8-9 лет. То есть, грудных детей? Нет, однозначно. Потому что у нас самих усыновители, которые могут этих детей усыновить, и всегда латвийские усыновления будут впереди, просто никогда не будут у них таких детей, которые будут младше. Во-первых. Во-вторых, в список находится Министерство благосостояния, они могут подыскать, их проверяют самих усыновителей, та страна, откуда они идут. То есть, они обмениваются информацией, получается… Они получают там решение, статус о том, что они усыновители, они приходят сюда, в Министерство благосостояния, и здесь они как бы ждут, когда им предложат какие-то детей, например… Какие-то варианты, да. Тогда, когда… Ну, это тоже нечасто уже, я сказал, это 25 детей в год, это довольно-таки мало, все-таки и раньше было больше. Детей мало, поэтому, в принципе, их легче, наверное, контролировать. Вот как-то Латвия контролирует потом… Усыновление, преусыновление происходит здесь, то есть, мы смотрим, как они здесь живут, они здесь живут 2-3 месяца, может быть, даже меньше, это зависит от того, насколько большой ребенок. Если у него 13-14 лет, то он очень хорошо сам скажет, что он думает об этой ситуации. Если ребенок 7-8, у него, например, есть какие-то умственные остались… Отсталость. Отсталость, да. Конечно, здесь будет немного побольше работы, чтобы проверить ситуацию, как они чувствуют. Тогда, когда происходит усыновление, суд принял это решение, это уже будет 2-3 месяца, 4, когда они принимают, и потом они могут уехать туда, и там государство дает министерство благосостояние раз в год, 2 года подряд оценку, как произошло усыновление там. То есть, те, кто хотят усыновить ребенка, являясь гражданами другой страны, должны быть готовы к тому, что им надо будет прожить на территории Латвии несколько месяцев. Да. После того, как закончатся все процедуры. А почему вообще выбирают Латвию? То есть, из каких стран усыновляют? Да, усыновляют. В основном это из Америки, Франции, в основном Франции и Италии еще была. Но есть и другие, но это пошкучные случаи, когда происходят. В основном это тогда, когда уже знают здесь ребенка. Это, да, в основном Америка и Франция, Италия. В принципе, Америка. А вот более такая тоже еще деликатная тема. В последнее время становятся такими резонансными случаями, например, сексуального насилия над детьми. И это касается ведь того, что ребенок часто не понимает, что происходит с ним. Он боится, он может быть или запуган, или он страшно стесняется этих вещей коснуться. Это могут быть семьи, где, например, отчим с матерью. Вот как здесь разобраться в этой ситуации? Потому что могут же быть какие-то и у ребенка тоже свои какие-то, или фантазии, или какие-то, ну то есть иногда бывают дети тоже живут в каком-то, ну вот мире. Как вот сиротский суд вот такие деликатные ситуации разбирает? Это одно из насилия, конечно, сексуальное насилие. Оно самое страшное. Если говорить, есть очень много процессов, где ужасные вещи происходят, но это уже такие вещи, которые в принципе полиции, если это произошло, полиция проверяет уголовное наказание. И хотелось бы, чтобы это было бы чаще, но есть доказательства, должны быть доказательства о том, что это происходит. И есть целый отдел, который этим занимается в полиции. Я как бы хотел, чтобы они, конечно, побольше их, но очень деликатная ситуация. Во-первых, ребенок должен получить рехабилитацию, он должен получить психологическую помощь. Бывают случаи, когда в основном это мамы, которые не согласны, если отчиме, то есть не согласны с тем, что есть такое насилие. И тогда ребенка мы все равно изымаем, даже если мама не понимает, что ребенку нужна помощь, то, конечно, это уже другой вопрос, но должны решаться так. Да, озвучка происходит в таких случаях поменьше, пореже, потому что там все-таки очень много внутриэмоциональных процессов происходит в любой семье. Но случаи бывают. А вот в таких ситуациях, вообще, в принципе, в ситуациях, когда ребенок попадает в семью, в приемную или, может быть, в усыновление, в том числе, когда в своей семье происходит какое-то насилие, в том числе и сексуальное, вот голос ребенка против голоса взрослого, против голоса родителей или опекуна, например, чей голос больше осыслов? Так не решается. Эти вопросы так не решаются. Все-таки мы будем прислушиваться к ребенку. Мы будем прислушиваться к ребенку. У ребенка приоритет будет в любом случае. Ну, это я не сказал бы приоритет. Я бы сказал, что это начало, чтобы проверить какую-то информацию. Если приемная семья или опекун ничего не сделал и все в порядке, то ему нечего бояться. Но, конечно, проверить необходимо, потому что в этих случаях доверять очень сложно, потому что все-таки ребенок вошел в семью, и он, конечно, приходит со своими знаниями, со своим умением в семью, где, возможно, происходит по-другому. Морковку в суп не режут, а тируют. Да, но если мы говорим о своей семье, в которой ребенок родной, например, и вы проверяете, может быть, и были такие случаи, что вы проверяете раз в другой, и вроде все в порядке, а ребенок постоянно говорит о том, что над ним происходит какое-то насилие. Бывали ли такие случаи, когда повторные проверки выявляли вот эти нарушения? Или дети тоже, вот есть дети, которые любят манипулировать и как-то вот… Ну, все дети манипулируют. Конечно, вопрос в границах. Да, в границах. Но таких дел, где ребенок начал, бывают, но все-таки мы будем прислушиваться к нему. Ну, в чем проблема? Очень быстро в случае, где ребенок говорит, меня там бьют или так далее, и так далее, появляется совсем другая проблема, совсем другие… ну, совсем другие вопросы. Например? Что это может… Ну, например, что-то не дали, как уже здесь… То есть это вредность. Да, мне посылают в школу, да, например. Я не хочу идти в школу, меня посылают. Я хочу там кушать хамбургеры, а не картошку. Ну, так далее, да, то есть такие вопросы. Здесь идет речь очень большая и о том, какой возраст у ребенка. Если мы говорим о ребенке, где до 7 лет, то, конечно, здесь меньше вопросов, которые мы могли бы ему задать. Больше вопросов, которые мы задаем вокруг, бывают людям, например, садику. Если он идет в школу, в школе, то как он себе в школе? Если он идеальный ребенок, всех слушает, все делает, учится хорошо и говорит, что ему там, например, я не знаю, побитый был один, проводом был побит ребенок и в школу это видела. Ну, какой здесь вопрос о насилии, там уже совсем другие вопросы решаются. Да, то есть здесь нету так, что приоритет у кого-то есть или нету. Тут все-таки надо информации смотреть. А вот какие вообще права ребенка существуют? Потому что вот буквально в прошлой программе мы рассматривали такие конфликтные вопросы, когда дети, например, не хотят, чтобы родители выставляли их фотографии у себя в Инстаграме. То есть ребенок еще не может завести аккаунт и он даже может быть, ну, не хотел бы, чтобы эта фотография, где, ну, не знаю, он там плачущий, сидящий на горшке, это вот стало достоянием. Это могут смеяться одноклассники, которые могут увидеть и так далее. Ну, вот где вот эти права ребенка вот сейчас проходят? Что он может, чего он не может? Ну, конечно, он имеет право на то, чтобы его личность, да, это его права. Но тут опять же надо сказать, что его права защищают, во-первых, родители. То есть родители должны решать, что лучше или хуже для ребенка. Если, я не могу представить, что я, например, фотографии своего сына или дочерей положил бы в Инстаграм, если бы они этого не хотели. Если честно, для меня это как… ну, это опять вопрос химии в семье, да, как тогда происходят все остальные вопросы, да. Нет, я буду ложить их, хочу и буду ложить. Но что это за отношения в семье? Конечно, права идентификации ребенка, права такие же, как у любого, да. Просто их защищает все-таки родитель, во-первых. И родитель должен рассмотреть, что лучше для ребенка. Сомневаюсь, что изъятие ребенка здесь было бы правильное решение. Здесь, возможно, вопрос насчет того, что родитель делает, правильно или неправильно. Нету такого, да. Ну, просто что для ребенка, что важно. Вы уже сказали, ребенка одноклассники увидят, например, да. Мне кажется, это очень человечный вопрос, и родитель должен респектировать вопрос ребенка. Работа сиротского суда вообще очень эмоциональная, достаточно тяжелая в плане переживаний, потому что мы сейчас здесь вот так поговорили достаточно так спокойно, но я представляю, что за всем этим это, конечно, рыдание, слезы родителей, слезы детей, это все происходит ежедневно. Как работники сами справляются потом со всем этим? Есть какая-то психологическая помощь или это просто идут люди от особого склада мак, у них броня уже наросла? Конечно, бывают те, у которых уже есть броня, и спасибо им за то, что они могут эту броню нести и делать, но очень многие, конечно, не выдерживают этого, очень много личной информации, которую мы узнаем из семьи, и, конечно, это довольно-таки сложно удержать, в принципе, и, конечно, очень сложно. Но мы стараемся для работников дать все максимально, полегче сделать, да, даже эти решения принять, дать какие-то алгоритмы, у нас есть юридический отдел, но у нас есть и психологическая помощь для работников, это супервизия, и есть психологи, есть кризисные помощники, которые могут нам помочь, если у нас есть какой-то кризис. То есть стараемся давать работникам все, что необходимо для того, чтобы этот эмоциональный фон был бы лучше. А, скажем, зарплата работников соответствует тому, что они... Нет, однозначно нет. Я думаю, что в этой сфере вообще вопросы, которые решаются насчет зарплаты, они на данный момент и до того, и, конечно, Рижская дума нашла возможность с сентября повысить зарплату, это очень хорошо, это 15%, это, по-моему, есть шаг вперед. Но хочу сказать, что слишком долго, в принципе, не только в сиротском судах, а и в детских домах, и в социальных службах, все эти помощные профессии, по-моему, оставлялись на энтузиазме. А вот сиротский суд, по большому счету, ведь не суд, там не судят, это все-таки люди, выбранные муниципалитетом, да, которые выполняют обязанности сотрудников, которые контролируют вообще то, что происходит в семьях. Почему вообще так название суд, не пугает ли это людей, они, может быть, лишний раз не позвонят, потому что вроде уже не хочется до суда дело-то доводить, как мы знаем. Бояться не над чем, это исторический вопрос, потому что раньше сиротские суды были в системе судов, а потом их отделили от судебной системы и оставили муниципальные, поэтому так осталось. Но мы не суд, но, в принципе, решаем вопросы, которые в других странах решают семейные суды. Ну что же, спасибо большое, я напомню, что сегодня в программе «Утро на Болткоме» был председатель сиротского суда Риги Айвара Красноголов, спасибо вам большое. Спасибо вам.